Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ, как часть нашего ежедневного бизнес-канала. Меня зовут Олег Дмитриев, и сегодня у меня в гостях Дмитрий Кох, основатель интернет-портала «Сердитый гражданин». Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Я надеюсь, не о вас речь. Иногда и обо мне. Иногда и обо мне. Я думаю, и о вас тоже. Сейчас разберемся, кстати, о чем речь. Прежде всего, давайте я формулирую тему сегодняшнего эфира. Назвали мы ее так «Бизнес-социальным оттенком. Как заработать на сервисе городских услуг и успокоить сердитых граждан». Кстати, вот последняя фраза в этом названии, наверное, я ее подчеркну так для себя. Может быть, и имеет такой стратегический смысл, как успокоить сердитых граждан. Исходя из собственного опыта, я сделал бы вывод, что не так легко успокоить граждан сердитых. Так, хорошо. И, значит, я напоминаю, уважаемые слушатели, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите. Кстати, звоните, пишите те самые сердитые граждане или те граждане, которые периодически, да, как мы только что с Дмитрием выяснили, любой гражданин может быть сердитым. Для этого, очевидно, есть повод. Хотя разозлить у нас не так сложно. Звоните, пожалуйста, звоните, пишите, задавайте вопросы, Дмитрий на них отвечает. Ну что ж, начнем, ну и, наверное, с самой логичной, да, первый вопрос. О каких сердитых гражданах идет речь идет? Речь идет о каждом из нас, наверное, иногда, потому что вот это чувство недовольства окружающей действительностью, наверное, с ним каждый человек. Не только в России, но и в мире, наверное, сталкивался. Речь идет о том, что нас изо дня в день окружают разного рода нарушения. Это может быть нарушение типа ямы на дороге или типа бракованной стиральной машинки, которую тебе привезли. Мы считаем, что каждый человек должен иметь очень быструю возможность пожаловаться на там любое нарушение. К слову сказать, идея нашего проекта, она родилась тоже из жизненного опыта. У меня под окнами, вот рядом с домом, где я жил, вдруг начали строить такую большую газовую подстанцию. Причем начали это делать прямо на детской площадке. Это очень комично выглядело, когда играют дети. А рядом стоит здание, на нем написано «Огнеопасный газ», колючая проволока, желтые такие газовые трубы. Не, ну такие вещи неожиданно не делаются, наверное. Просто, видимо, как обычно у нас бывает, кто-то что-то не туда посмотрел изначально, не о том подумал. Для нас, как для жильцов, это было достаточно неожиданно. И мы, я и другие инициативные жильцы стали искать возможность с этим сделать, как пожаловаться, куда, в какой форме. И сначала мы не понимали, потому что, ну, это достаточно непросто. Ну, то есть, концов, что называется, не найдешь, да? Конечно. Мы в итоге нашли в интернете нужные образцы документов. Мы отправили жалобы всем, начиная там от мэра, заканчивая президентом страны. И, надо сказать, эта история до сих пор тянется. То есть, там сейчас вроде решение принято, но она пока еще стоит у нас эта вот там штука. Но она хотя бы не работает уже, да? Нет, по-моему, она не работает сейчас. Ну, уже хорошо. И в ходе вот этих действий у нас, у меня и у моего партнера, родилась идея сделать проект, сайт в интернете, который позволял бы людям быстро, просто и удобно пожаловаться на то, что им не нравится. На те нарушения, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Так родился сердитый гражданин. Здорово. Здорово. Я сразу подумал о том, что, ну, наверное, быстро пожаловаться способы и до этого были. Я очень часто, у нас там есть пустырь такой, я думаю, длинным забором он огорожен, да? И вот на этом заборе столько сжало подсердитых граждан, что мама родная. Просто иногда идешь и диву даешься, да? Как этот мир несправедлив? Но возникает вопрос, да? Собственно, для чего товарища исписывает забор? Ну, ему, может, надо выговориться просто, да? У него некому это сделать. Вот он на заборе. А потом выдохнул, сказал, что вы все такие-сякие и довольный пошел дальше. Но я так понимаю, у вас задачи нету все-таки изначально, да? Нет, у нас задачи нету. Я, кстати, слышал очень простой способ, как вот закрасить такие заборы. Надо написать что-то вроде правительства в отставку и забор очень быстро покрасит. Нет, у нас задача не такая. Наша задача следующая. Мы считаем, что было бы очень здорово собрать на одной интернет-площадке, в одной точке, все государственные органы и все коммерческие компании, которые так или иначе работают с гражданами, с клиентами, с людьми. И сделать их взаимодействие очень простым. Прямым, быстрым и открытым. И мы в плане нашей бизнес-модели запускаем соответствующие платформы, которые позволяют этим организациям присутствовать на нашей площадке. Подождите, они им позволяют присутствовать, но в случае их желания некого, да? Я так предположу, что не у всех возникает такое желание. Конечно, пока нет. Мы надеемся, что в каком-то будущем будет у всех, но... Но здесь единственная мотивация, да, ребят? Вот мы хотим вам предложить такое быстрое общение с вашими потенциальными... Мотивации несколько. Я сейчас о них расскажу. Отвечая на ваш вопрос, что делать с теми, кто там не присутствует, есть следующие механизмы. Если ты столкнулся с нарушением, например, этой ямы, например, в городе Калуга, ты очень быстро, буквально в два клика отправляешь письмо в тот конкретный орган, который отвечает за эту яму. А ты знаешь, что это за орган, да? Сайт тебе все подсказывает. Вот это важно. Нужно просто заполнить коротенькую формочку, и оно само отправится в этот орган, причем по закону о работе с обращениями граждан, этот орган обязан будет тебе ответить в течение 30 дней. Потому что это некое официальное обращение уже, да? Конечно, да, конечно. Существуют также дополнительные у нас возможности на этой площадке. Можно получить консультацию юриста, можно попросить, чтобы тебе подготовили заявление в суд. Отдельные, так скажем, медийные какие-то случаи. У нас есть ряд партнерских СМИ, которые помогают освещать, если там совсем какая-то ситуация запутанная и тупиковая. Вот, это что касается тех организаций, которые не присутствуют у нас. Если какая-то организация хочет у нас присутствовать прямо на портале и работать с гражданами непосредственно, да. У нас есть такая платформа «Довольный гражданин». Мы ее вот недавно запустили. Называется «Довольный гражданин». Это коммерческая история абсолютно. Ну, такая же, как «Сердитый гражданин». Да, наша компания, в принципе, она коммерческая, естественно. «Довольный гражданин» — это платформа, с помощью которой мы зарабатываем. Это наш продукт для государственных органов. Этот продукт позволяет государственному органу делать, по сути, две вещи. Во-первых, очень просто и комфортно внутри себя маршрутизировать и обрабатывать заявки. Ну, такая система автоматизации. А с другой стороны, это внешняя веб-часть, с помощью которой, так скажем, этот государственный орган набирает очки в публичной сфере. Потому что он заявляет, что мы не стесняемся с этими проблемами. Мы удовлетворили, да, столько-то. Причем там же люди могут рейтинговать тех чиновников, которые им отвечают, отсылать официальные благодарности. То есть интернет-сообщество, так скажем, видит, что это ведомство, оно не боится решать проблемы людей в открытую. И решает их. И решает их, самое главное. Это платформа «Довольный гражданин». У нас уже есть первые контракты на нее. Это Главное управление дорожного хозяйства Московской области. Это Федеральная служба по труду и занятости. И вот сейчас у нас будет проект с Министерством образования. Есть там еще ряд и регионов, в том числе и ведомств, пока я не могу раскрывать. Это пока в стадии там согласования. Вот. Следующим будет, следующим этапом будет продукт для коммерческих компаний. Для малого и среднего бизнеса. Я понял. Дим, спасибо. Мы сейчас прервемся. Небольшое время потратим на то, чтобы послушать новости на Финам. А потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжим. Продолжим наш эфир. Бизнес-класс на Финам. Финам. Меня зовут Олег Дмитриев. В студии сегодня Дмитрий Кох. Основатель интернет-портала «Сердитый гражданин». Ну и, как вы понимаете, мы говорим сегодня о бизнесе с неким социальным оттенком. Как, собственно, товарищу помочь успокоить сердитого гражданина. Ну и как на этом деле заработать. Напомню еще раз. Телефон в студии 6510-996. Код Москвы 495. Сайт компании финам.фм. Присоединитесь, пишите, звоните, задайте свой вопрос. Тема замечательная сегодня. Дима, дальше продолжим. А «Довольный гражданин» все-таки это часть этого общего проекта? Да, конечно. Это, еще раз, это платформа для госсектора, с помощью которой государственные органы могут присутствовать на площадке «Сердитый гражданин». То есть это как бы взгляд на вещи с той стороны, да? «Сердитый гражданин» — это от нас идет инициатива, да? А «Довольный гражданин» — да, инициатива может идти с противоположной стороны. Мы тем самым показываем еще и, во-первых, добрую волю этих государственных органов, ну и, конечно, брендинг, он здесь более дружественный. — Хорошо, хорошо. Значит, давайте вот о чем поговорим. Как давно этот портал, да, заработал и какие результаты к этому времени? — Идея нам пришла где-то год назад. Мы сделали прототип, делали сначала на свои деньги, потом заинтересовали венчурный фонд «Руна Кэпитал» и договорились об инвестициях. Причем, вот мы говорим сегодня о бизнесе с социальным оттенком. Я хотел бы подчеркнуть, что для нас очень важно делать из этого проекта именно бизнес, потому что у нас на начальном этапе были предложения, например, от политических партий разных. Политических структур. И мы целенаправленно выбрали такой путь развития именно вот с этим фондом, потому что это позволяет нам в будущем потенциально превратить этот стартап в большой действительно может быть международный бизнес. Вот у нас такая задача. При этом он, конечно, социальный. Конечно, наша задача — решать проблемы людей и делать мир лучше. — Вот этот интересный пример, когда некие политические силы вам предлагают свое сотрудничество, вы на нем почему не пошли? Наверняка там и финансирование тоже, я так понимаю, предлагалось бы. — Понимаете, там речь шла о том, что мы, в принципе, весь этот проект будем делать под заказ определенной политической структуры. Сейчас, если какая-либо политическая партия предложит мне присутствовать на нашей площадке, оплатив наши услуги и решать проблемы, скажем, из их профиля или в их компетенции, конечно, мы на это пойдем. Причем независимо от политической направленности. — Безусловно. То есть в данном случае ты просто воспринимаешь или будешь воспринимать это предложение, как обычный бизнес предложение или сотрудничество. — Как клиента, да. — Совершенно. Как клиента, да. Совершенно. Очень интересно, как монетизируется вообще эта история. — Есть платформа для госсектора. Это, ну, как я говорил, это веб-часть плюс CRM-система. Кстати, она создана совместно с российским представительством Microsoft, то есть бэк-часть на основе технологий Microsoft. — Следующий этап — это проект «Лига качества», который тоже будет на платформе «Сердитого гражданина» помогать коммерческим организациям там присутствовать и решать проблемы. Идея этой платформы родилась у меня около дома тоже. У меня все почему-то идеи рождаются около дома. У меня там есть такая палатка с черешней. И женщина-продавщица, там она продает эту черешню, я пришел с пакетиком, и она разговаривает по телефону и обсуждает с какой-то подругой своей билеты в отпуск или что-то в этом роде. — А ты стоишь, да, с этим пакетиком? — Я говорю, можно мне черешню? Она говорит, подожди, я разговариваю. Я разозлился и ушел. — Но директор этой палатки, он наверняка хотел бы знать, что его продавщица так обошлась с клиентом, а, соответственно, клиент не выплатил деньги за черешню. И это будет «Лига качества» будет проектом, который позволит любой маленькой или средней компании разместить у себя где-то стикер с адресом колл-центра, с номером этого объекта, с адресом сайта. И у директора будет внутренняя часть, такая мини-СРМ, которая позволит ему запросы, поступившие, неважно как, через колл-центр или через веб, или там, может быть, через твиттер даже, обрабатывать в этой своей внутренней части этой программы. — Ну, то есть здесь, опять, идея основная, что есть прямая связь с руководителем. — Абсолютно. — Можно сразу пожаловаться на нейрогенового сотрудника. — Да. — Хорошо. Ну, а сам вот этот «Сердитый гражданин», он монетизируется как-то? Довольно, я понял, уже там, собственно... — У нас любой проект монетизируется, если у него большая аудитория. Мы планируем вводить дополнительные сервисы для простых пользователей, и в том числе для профессиональных пользователей, для юристов, для депутатов, может быть, для сотрудников СМИ, которые там будут отсматривать наиболее медийные проблемы, мы планируем вводить эти сервисы, может быть, через год-полтора, когда там действительно будет большая аудитория. Сейчас посещаемость портала около 10 тысяч человек в сутки — это не настолько большая. — Ну, это прилично уже. — Да, но... — 10 тысяч в сутки. — Но не столь большая, как нам пока хотелось. — Понятно. А, кстати, вот у меня, как у пользователя этой услугой, возникает необходимость что-то оплатить. — То есть для меня это платные услуги? — Сейчас «Сердитый гражданин» — бесплатный абсолютно для пользователей, да. — А ты говоришь сейчас, а в будущем? — В будущем года через полтора может быть там появятся какие-то дополнительные сервисы. Например, там, скажем, подготовка искового заявления в суд отнимает достаточно большое количество времени юриста. И это уже сейчас у нас такой востребованный достаточно сервис. Мы будем за это брать деньги. — Правильно. Ну, логично, то есть, да, услуги юриста оплатить в этом смысле. Хотя, в любом случае, это упрощает, да, не нужны поиски, ну, если вот без использования ресурса, да, то есть я должен найти где-то грамотного юриста с ним, договориться, да, а здесь все можно сделать через интернет практически. — Да, причем мы рассчитываем, что это будут как наши юристы, так и просто разного рода юристы, которые приходят на эту площадку и могут предлагать свои услуги, рейтингуемые тоже этим сообществом. — Можно говорить, что проект уникальный сейчас пока, ну, в России или, может быть, даже в мире? — Вы знаете, мы, когда его придумали, когда мы его запускали, мы изучали, естественно, опыт, который есть за рубежом. У нас похожий проект есть в Штатах, отчасти похожий есть в Англии. У нас тоже было несколько похожих проектов. Мы весь этот опыт изучили, собрали наиболее лучшие черты этих проектов и делали свой. Но у нас одно важное отличие. Мы стремимся к тому, чтобы все эти организации были у нас на площадке. Мы считаем, что только тогда будет нормальный конструктивный процесс. — То, что ты рассказываешь сейчас, был опыт, да, в России был опыт. Был он, в смысле, действительно, в прошедшем времени уже, его нет этого сейчас опыта. — Нет, какие-то проекты работают и сейчас. Причем они есть, как и с политической составляющей, так и без. Есть там оппозиционные, провластные подобные проекты. Но коммерческих нет. — Коммерческих? — Коммерческих нет. — Ну, и принципиально вот эта позиция, да, ты говоришь, что все должны на одной площадке собираться. Почему это так? Почему это важно? — Потому что, вот, например, у нас есть сейчас проект с Рострудом. И это будет на нашей площадке, как бы такой мини-проект, который позволит людям жаловаться на любые проблемы в сфере трудового законодательства. — Ну, то есть, по сути, жаловаться на работодателя своего, да? — В том числе, да. И эта площадка будет полностью принадлежать Роструду. И вот вы представьте, с каким вниманием это ведомство будет относиться к своей же площадке. — Логично, да. — Просто сейчас мы там отправляем жалобы официальным письмом в Государственной инспекции труда. И, ну, конечно, это такой долгий процесс, и там чиновники рассматривают их в обычном режиме. И, когда ведомство запускает целенаправленно свой проект, это же поддерживается там волей руководства этого ведомства, конечно, внимание к этим проблемам, внимание к этим гражданам на этой площадке, оно выше. — Понятно. — То есть, просто в данном случае повышается эффективность, да? — Конечно, конечно. И скорость, и скорость, потому что там быстрее будут ответы, да. — Дима, спасибо, прервемся у нас с рубрика, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Мы сегодня говорим о бизнесе с социальным оттенком, но прежде всего о бизнесе. Вот тоже я подчеркну. Как заработать на сервисе городских услуг и успокоить сердитых граждан. В студии сегодня Дмитрий Кох, основатель интернет-портала «Сердитый гражданин». Телефон студии 651099.6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Дима, вопрос такой, а где представлена сейчас, в принципе, эта услуга, ну и с географической точки зрения? — В России, то есть мы не делимся сейчас там по городам, по регионам. Это общероссийский проект. — Ну, согласись, да? Ну, во-первых, затевали вы его в Москве, что логично, да, поскольку ты здесь живешь. Во-вторых, я представляю, что, учитывая, так сказать, распространение высоких технологий в России сейчас, наверное, из любого региона могут зайти, да, на ресурс и что-то там такое написать. Но отреагировать-то на это, для того, чтобы, точнее, на это отреагировали, нужно потрудиться, нужно подключать соответствующие, так сказать, органы. — Сейчас неважно, там, из какого региона или города ты написал по проблеме, эта жалоба будет отправлена в официальный орган того или иного региона. Говоря о тех регионах, которые у нас представлены прямо на площадке, пока это только Москва. Но мы сейчас выходим на другие регионы и там делаем им предложение. — А от чего зависит выбор этих регионов? То есть по числу активных пользователей, может быть, как-то нет? — У нас там достаточно сложная система отбора первых регионов, к которым мы обращаемся. Во-первых, конечно, сколько у нас пользователей на нашей площадке. Во-вторых, это, ну, так скажем, уровень прогрессивности, что ли, власти в этом регионе. — Так. — Там, в соответствии с задачами открытого правительства и тому подобное. И, в-третьих, это личные контакты где-то, когда мы можем действительно пробиться. Нам же надо пробиваться. — Да. Ну, пробиваться в прямом смысле слова, я так понимаю, да? — Конечно. Иногда для того, чтобы там о чем-то договориться и получить решение, нужно очень долго пробиваться к лицу, который это решение принимает. — Вот она, собственно, очередная российская действительность и повод для того, чтобы вновь рассердиться. Вновь рассердиться по поводу взаимодействия с властными структурами, прежде всего. Кстати, когда вы затевали, ну, здесь, давай начнем с Москвы, вы когда организовали всю эту историю, как-то с властями взаимодействовали вы московскими? — Да, у нас очень интересно получилось. Нас буквально через пару месяцев после запуска нашего ресурса вызвали к заместителю мэра. — Пригласили? — Пригласили. — Вызвали. — Просто меня сразу напряг, нас вызвали сразу. — Нас пригласили к заместителю мэра. — И нам предложили партнерские отношения с системой открытого правительства города Москвы. Есть такой портал «Наш город», где власть в течение семи дней решает проблемы. То есть это очень быстро, в отличие от официального срока в 30 дней, которые есть. — Ну, то есть, по сути, то же самое, да, есть ресурс, да, городской власти, я туда захожу, что-то там написал, и мне обещают в течение семи дней отреагировать. — Да, это, так скажем, первый, наверное, город в стране, где есть такая серьезная прогрессивная система по решению городских проблем через интернет. — Первый, но не единственный, ты обладаешь, наверное, информацией? — Есть еще, да, есть в Туле вот сейчас, в Тольятти, конечно, появляется такого рода система. И в Москве она, на наш взгляд, продвинутая, и нам предложили стать партнерами, нам предложили на программном уровне интегрироваться с этой системой, что мы, собственно, и сделали. И теперь человек, который из Москвы приходит к нам на ресурс, может те же самые семьи и решить свою проблему. Вот такая история. — Ну, то есть, взаимодействие с властями, ну, как мы имеем, московскими, да, здесь получается достаточно эффективным, правильно я понимаю? То есть, они идут навстречу. — Да, да. — Случаев не было, да, что какие-то возникали проблемы с этой точки зрения, там, какой-то отказ получили. Кстати, ну, если опять гипотетически представить, что этот отказ получен, понятно, да, то есть, сердитый гражданин по какому-то поводу высказался, и в результате его мягко отодвинули, что называют. Такие были вообще случаи в практике? — Конечно, причем достаточно много. — И как реагирует вот в этом случае? — У нас работает команда юристов, которая всегда может поддержать и направить это обращение в высшестоящий орган или в прокуратуру даже. А сейчас вот у нас на этой неделе запускается автоматически такой сервис, если человеку вовремя не ответили, или если ему отписались, он может написать в прокуратуру, написать в высшестоящий орган. — Понятно, понятно. Теперь, смотри, я вот подумал о том, что, а если посмотреть, так сказать, несколько с иной точки зрения на это, а именно, сердитый гражданин, он рассердился, ну, по какому-то поводу. Объективно, да, яму увидел, как ты говорил, или еще что-то, какая-то несправедливость. А есть, я слышал, категория граждан, которые без повода очень любят сердиться. То есть их задача вот просто, так сказать, создать круги на воде, вот, а потом ждать реакции на это. Здесь можно как-то отфильтровать подобных, да, подобных пользователей? Можно как-то отфильтровать? — Ну, во-первых, у нас достаточно мощная служба модерации, у нас в день уходит порядка полутора тысяч обращений, и все они, естественно, просматриваются на адекватность. Без этого никак, потому что иначе мы превратимся в таких спамеров. — Да, есть такой риск, конечно. А как на адекватность их? Ну, понятно, что если там какой-то текст, да, так сказать, мягко говоря, не очень адекватный, ну, это легко определить. А если человек, вот, он реально на что-то жалуется, да, он реально о чем-то пишет, а это в реале, надо же проверить, а в реале этого не существует? — К сожалению, сейчас не существует таких механизмов. Если даже мы у себя эту возможность закроем, все равно, там, эти люди найдут способ пожаловаться, потому что они могут написать там. — Куда угодно, да. — Они пишут везде, где только можно, и так или иначе органы власти обязаны их обращение рассматривать. Ну, вот у нас такой закон. Поэтому какого-то рода ограничения здесь мы не делаем. — Ну, ограничения, понятно, но вот тем не менее, как вы с ними боретесь, да, то есть у вас есть там модерации, да? — У нас пять человек-модераторов, да, которые постоянно в ежедневном режиме отсматривают обращение. Причем у них мало того, что там по формальным признакам они определяют неадекватность. Ну, у них есть опыт, когда они действительно видят, что что-то здесь не так, тогда они связываются с этим человеком и просят его там уточнить. И иногда вот на этом этапе тоже отсекаются неадекватные люди. — А связь, кстати, двусторонняя, да, сразу подразумевается, что человек, если пишет, он оставляет какие-то координаты свои. — Да, конечно, это обязательно. — Да, либо телефон, либо адрес электронной почты, и то и другое. — Конечно, конечно. — Ну и вернемся к, собственно, самому ресурсу. Может быть, статистика какая-то, или в принципе, да, можно говорить о том, в отношении чего наибольшее количество недовольства, собственно, сердитости. — В основном это ЖКХ и дороги. — ЖКХ и дороги. — Да, то есть, скажем, за последние две-три недели у нас было около тысячи жалоб на отопление, на то, что батареи холодные и так далее. — Это составляет, наверное, под ЖКХ и дороги, наверное, 60% всех жалоб вообще. — Ну, наверное, самое актуальное, все-таки, да, если говорить о проблемах, которые окружают нашу жизнь, в обыденную жизнь, это самое актуальное. Тем более, последние две недели как раз мы видим, да, переход с лета на осень, с осенью на зиму. — Ну да, дороги мы вообще видим каждый день. — Это да. То есть, в этом отношении, да, поток жалоб наверняка не истекает просто-напросто. — Конечно, причем с дорогами есть такая интересная история. Мало кто знает, что дороги, они вообще принадлежат разным совершенно органам власти. То есть, вот три рядом стоящих дороги, они могут, одна принадлежит муниципалитету, вторая — региональной власти, а третья — вообще федеральная трасса. Причем, ну, они действительно рядом и... — И ничем не отличаются друг от друга, да? — Ну, мало чем, так скажем. И человек же, он совершенно не обязан знать, куда ему жаловаться на ту или иную дорогу. — Совершенно верно. — Причем, по закону, ты можешь пожаловаться на что угодно, кому угодно, в принципе. Ты даже можешь написать президенту, и тут единственный нюанс, что эта жалоба будет очень долго спускаться до того конкретного органа власти, который за это отвечает, а каждый раз проходит 30 дней при пересылке. И вот у нас... — То есть, даже если она до президента относительно быстро дошла, да, то оттуда она вот, значит, по ступенечкам, по ступенечкам, по ступенечкам. — Да, да. И у нас есть проект с Подмосковьем по дорогам, где наша система позволяет направлять именно в тот орган власти, который прямо вот за эту дорогу отвечает. И тем самым, во-первых, существенно сокращается срок рассмотрения этих обращений, во-вторых, региональная власть избавляется от необходимости внутри себя эти обращения регистрировать, пересылать. Это же все человеческая работа. — То есть им это тоже выгонит, да, в каком-то смысле? — Конечно. Существенно снижает количество обращений. — Ну, а вы-то знаете, к вам обращаются люди, вы-то знаете, кто за какую дорогу отвечает? — Конечно. У нас есть система, которая в автоматическом режиме сверяет это обращение с этой конкретной дорогой. — Понятно. То есть есть некая база данных, да? — Да, да. — Так, хорошо. Заговорили мы, да, непосредственно о людях, которые, ну, в частности, осуществляют модерацию. А, в принципе, в команде много сотрудников? — Около 20 человек. — 20 человек сегодня, да? То есть, я так понимаю, вот вы с партнером, да, с твоим приятелем, которые при создании, да? — Да, да. — У, что называется, основания стояли, да? Вы осуществляете непосредственно руководство всем этим делом? — Да, есть еще около 20 человек. Это разработчики технические, это юристы, модераторы, менеджеры, которые ведут проекты с теми или иными клиентами и так далее. — Ну, вообще, специфика есть какая-то вот в этом бизнесе? Опять я с точки зрения, там, я не знаю, сложности набора сотрудников, да? Их нужно где-то найти, потом их нужно, наверное, научить чему-то, а может быть и нет, может быть, это все легко получается. Как? — Вы знаете, ну, вообще, хороших сотрудников, это вам, наверное, любой руководитель скажет, найти сложно всегда. — Чем бы ни занимались, да? — Особенно, если это стартап в IT-сфере, особенно, там, если это онлайн-разработка, конечно, всегда сложно находить технических людей. — Ну, сложно, наверное, не потому, что их нет, в принципе, да? Потому что они, может быть, я не знаю, там, много денег просят за свою работу или, может быть, недостаточно опытные, да, в какой-то сфере. — Ну, мы сейчас, может быть, немножко отойдем от темы, просто этот рынок, он перегрет стартапов и проектов очень много, и, так скажем, многие фонды и государства вкладываются в проекты, и людей мало. — Спрос большой, людей мало, поэтому искать их мало. — В принципе, их мало, да? — Сейчас еще раз новости послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Мы сегодня обсуждаем бизнес с социальным оттенком, как заработать на сервисе городских услуг и успокоить сердитых граждан. В гостях Дмитрий Кох, основатель интернет-портала «Сердитый гражданин». Телефон студии 651099.6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Дим, ну, проблема, да, в профессиональных кадрах везде существует, и я с тобой абсолютно согласен. Единственное, еще вот мне показалось интересно, твоя фраза по поводу того, что рынок перегрет, рынок стартапов перегрет, ты имеешь в виду? — Рынок технологических кадров для стартапов, да, сильно перегрет, я считаю. — Сильно перегрет, то есть спрос намного опережает предложение? — Очень много проектов, мало качественных людей, и при этом много, так скажем, таких проектов, которые поддержаны где-то искусственно и не имеют большого будущего. При этом людей они на себя оттягивают. — Все равно. — Да. — И хорошим проектом, вроде нашим, остается. — Да-да-да, вот я хотел об этом как раз поговорить, да, ну, понятно, что стартап — это достаточно специфическая история, и не случайно, да, ты же сказал, что вы венчурный фонд привлекали, да? — Мы венчурный фонд привлекали, да. — Да, то есть сложно, да, ну, там, как-то более-менее точно определить выхлоп, да, получится, не получится. Именно поэтому, наверное, да, ты говоришь, много стартапов, которые по большому счету... — Ну, вы знаете, во-первых, вот говоря о венчурном фонде, этот фонд, с которым мы работаем, Runa Capital, на мой взгляд, сам факт того, что он нас инвестировал, говорит о том, что у нас есть будущее. Потому что, ну, это один из крупнейших там и лучших, наверное, фондов в стране у нас. И, кстати сказать, мы получаем от этого партнерства не только деньги. Может быть, деньги как раз здесь в меньшую степень нас волновали. Мы получаем экспертизу, мы получаем поиск, опять же, в подборе кадров, мы получаем очень много полезных контактов, партнерств и советов в том числе, как нам развиваться. Это очень полезное для нас партнерство. — Ну, советы, опять-таки, да, ваш партнер вам дает эти советы, основываясь на каком-то опыте, да, наверняка у него есть многолетний опыт, какой-то, может быть, сотрудничество, но не с похожими проектами, да, но в любом случае, да, он поднимал стартапы какие-то, доводил дома. — Ну, причем, так скажем, лучшие, наверное, стартапы у нас в России, да. Самый такой прогрессивный, известный фонд, наверное. — Хорошо. Ну, давай немножко поговорим о перспективах развития бизнеса, да, как вообще вы видите, в какую сторону развивается, значит, интернет-портал, появляются какие-то, может быть, новые продукты, я не знаю, диверситируются. — Со временем, да, эта картина. Как ты видишь? — Я думаю, что где-то через полтора года мы попробуем выйти на ближние зарубежья. — То есть географически, да, вы развиваетесь географически? — Да. Потом мы попробуем выйти на азиатские страны. — Почему на азиатские? — Потому что, с одной стороны, уровень разобщенности власти и граждан там примерно похож на наш, с другой стороны, уровень, так скажем, проблемности, он тоже высокий. — А азиатские страны — это какой регион-то? — Это южноазиатский, это Китай, Индонезия, Таиланд, может быть, и так далее. — Понятно, понятно. То есть в какой-то степени, да, возможность пожаловаться или поводы для того, чтобы рассердиться, там тоже предостаточно. — Да, я в некоторых из этих стран обсуждал уже потенциальную возможность, и такого рода проект вызывает интерес. — Единственное, они любят копировать. Вот ты к ним приезжаешь с чем-то, они могут скопировать твою историю. Ну, посмотрим, как с этим. — А у них нет похожих, нет? Рынок ты изучал наверняка, да? Похожих нет у них? — Вот прямо таких похожих нет. — Ну, тем не менее, попытка какая-то все же, да? — Есть, да, но это нечто локальное. Вот глобальной истории у них нет, и я очень надеюсь, что мы успеем пока. — Вот-вот я тоже подумал, что, наверное, надо шевелиться, пока свободный рынок еще есть, да, свободные ниши еще есть. — Хорошо, значит, мы говорим о том, что вы будете, или планируете, да, перспективы развития вашей, ну, вот с точки зрения географии, расширяется география. А еще какие планы? — Как я говорил, есть планы подключить много-много коммерческих компаний, больших и маленьких. И есть план захватить мир, есть план... — Это хороший план. — Да, есть план большой сделать так, чтобы у нас в стране жить стало гораздо лучше с нашей помощью. Вот это наш главный план. Чтобы можно было быстро и просто взять свой телефон, нажать две кнопки, и там какой-нибудь шумный сосед прекратил бы шуметь. — Прекратил свое существование. — Не бить по батарее, а там, чтобы это решилось законным способом и так далее. — Я понял. Не, ну, в данном случае, безусловно, да, стоит аплодировать, потому что некая социальная миссия, да, вот, судя по твоему рассказу, существует у вашего бизнеса. Это здорово, потому что, конечно, в итоге он не замыкается только, да, на возможность зарабатывать деньги, вот, но еще имеет более стратегическую идею, идею, чтобы жизнь стала лучше. — Да, мы пытаемся творить добро через зарабатывание денег, так скажем. — Это нормально. Если можно, мы с тобой давай еще проговорим все-таки, да, как, ну, функционирует подобный этот самый интернет-портал, как он функционирует. Ну, другими словами, вот что нужно сделать максимально, да, чтобы добиться результата. — Ну, начнем с того, что надо, я не знаю, установить приложение какое-то, да, себе? — Да, либо зайти на сайт сердистый гражданин.рф, выбрать ту категорию проблем, которые тебя беспокоят, и буквально в два клика отправить заявление в тот ответственный орган, который отвечает за эту проблему, и дальше у тебя есть... — То есть это я все делаю сам, да, пока без помощи, собственно? — Это делается очень быстро, и там есть подсказки, интуитивный интерфейс, то есть не нужно никаких там специальных навыков. И после этого у тебя есть публичная картика твоей проблемы, ты можешь там в социальных сетях распространять об этом информацию, ты можешь использовать дополнительные инструменты, такие как консультация юриста, такие как помощь СМИ, там, по тем или иным вопросам. Если отдельные сложные случаи, то у нас юристы могут персонально сопровождать эту проблему, и там даже созваниваться, там, подсказывать какие-то нетривиальные вещи. — Ну, в принципе, общение через портал, да, осуществляется? — Да, через портал. — А вот ты про социальные сети заговорил, ну, очевидно, да, что в последнее время особенно они пользуются популярностью, и, соответственно, с точки зрения маркетинга, наверное, одна из ключевых аудиторий, которые бизнесмен себе находит, он ее достаточно дешево и ищет в социальных сетях. Вот вы с этой точки зрения социальные сети не рассматриваете? — Конечно, у нас очень много людей оттуда идет, и самое главное, что социальная сеть сейчас — это такой способ привлечения внимания к тому, что беспокоит человека. Можно очень быстро распространить информацию и победить проблему, которую ты иначе не победишь. Ведь иногда там даже чиновники, они смотрят на то, что волнует людей. — Ну, они давай так вынуждены, да, смотреть на то, что волнует? — Конечно. Есть даже специальные аналитические системы. Но я вот слышал, что в администрации президента, например, стоит система, которая позволяет отслеживать настроение в социальных сетях, кажется. И поэтому социальные сети — это способ влияния на твою проблему через распространение информации. Например, сейчас Twitter, насколько я знаю, сделал сервис по информированию о чрезвычайных ситуациях, о каких-то таких больших проблемах, чтобы эта информация быстро распространялась. Вот все идет к этому. — Ну, а в принципе, чтобы, допустим, аудиторию какую-то получить в социальной сети, что нужно — зарегистрировать страничку какую-то или просто создать группу, да, или просто бросить клич, что называется, и ждать, когда на него отреагирует там большое количество народа? — У нас на сайте это можно делать очень просто. Когда ты помещаешь проблему на сайт, там есть прямо такие кнопки, которые позволяют тебе эту проблему распространять в социальных сетях. — От своего имени. — От своего имени, да, и от, грубо говоря, от набора лайков зависит тот набор инструментов, который тебе будет доступен, который тебе будет доступен. И мы видим, если какая-то проблема объединяет вокруг себя много людей, то это значит, нам тоже следует там уделять больше внимания. И мы там в ежедневном режиме отправляем нашим партнерским СМИ те проблемы, которые набирают там больше вокруг себя людей. — Больше количества лайков, да. — Ну а если опять, так сказать, два слова еще сказать по поводу социальных сетей, их не так много, ну в России как минимум, да, у нас там есть какие-то ключевые раз-два-три. Вот, на твой взгляд, самая, ну, наверное, активная аудитория, да, в какой из? — Ну, даже если там по статистике смотреть, конечно, ВКонтакте у нас самая активная. Другое дело, что, ну, это не секрет, многие-то знают, что в Фейсбуке и ВКонтакте просто немножко разная аудитория. — Ну да, она и возрастная разная, да, и по социальному признаку, поэтому мы при распространении информации тоже учитываем вот эти особенности. — Ну, смотри, возрастная, ладно, я еще предположу, да, что, наверное, люди помоложе, они меньше жалуются. Люди постарше, да, может быть, для них это более свойственно. — Да, наш основной вот костяк аудитории — это в основном мужчины с 25-27 до 35 лет. Это вот основное ядро. То есть, да, молодых меньше. А пожилым людям иногда сложно работать с порталом. Мы сейчас для этого, кстати говоря, запускаем колл-центр, чтобы можно было позвонить, просто по телефону наговорить. И уже там это дальше заносится в систему. — Понятно. Я, кстати, вот сейчас слушаю тебя, да, это, ну, 25-35 лет мужчины. Ну, наверное, неправильно говорить, да, что в этом возрасте мужчина любит жаловаться. Просто, видимо, он наиболее в этом возрасте наиболее активен, социально активен, да, ему хочется тоже так же, как и тебе, кстати, и твоему партнеру, менять мир к лучшему. Именно поэтому, да, Иван? — Ну, верно, да. Ну, конечно, активные интернет-пользователи в том числе. Поэтому вот такая у нас учителя. — Статистика, я понял. Спасибо, спасибо огромное. Дай бог, Дим, дай бог, чтобы все получалось, потому что, еще раз повторю, да, бизнес социальным оттенком, и здесь достаточно значимый этот оттенок. Вот, ну, без ложного пафоса, да, есть возможность изменить мир к лучшему. Это так. — Спасибо большое. Спасибо еще раз. Дмитрий Кох, основатель интернет-портала «Сердитый гражданин» был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. Успехов в бизнесе.